Сегодня мы приехали в Комарова. Это улица Морская. Отсюда начинается экологическая тропа Комаровский берег. Нашли место для парковки и идём к информационному щиту. Территория заказника. А это с другой стороны щита. Ну, вперёд! Так выглядела Морская улица сто лет назад. А на углу справа находилась дача петербургского купца Чижова. На его территории был прекрасный фонтан. Остались фотографии. К сожалению, от фонтана только руины, которые с трудом можно отыскать в траве. Очень даже хорошая дорожка. Очень удобно идти. Это называется каскадные фруды. Здесь были устроены каскадные пруды, к которым спускалась широкая лестница. Вот так она выглядела сто лет назад. Чижов продал дачу французу Рено. И эта часть парка принадлежала знаменитой вилле Рено. В интернете можно найти книгу Натали Галкиной «Вилла Рено» о дачной жизни петербуржцев. В Российской империи, как только начиналось лето, жители Петербурга стремились на дачи. Дачный поезд приезжал тогда на станцию Келомякия. Так называлось раньше Комарова. Не только в книге, но и старинные фотографии рассказывают нам об этой жизни. Давайте их рассмотрим. Возвращаемся обратно в 21 век на экологическую тропу в заказнике Комаровский берег. Лесная часть его протянулась вдоль берега Финского залива. Круглый пруд. Интересно, здесь всегда так много людей? Вдоль маршрута много информации о самом заказнике и его отдельных уголках. Например, о ельнике. Как восстанавливают и сохраняют породу наших елей. Вся тропа имеет деревянный настил и вокруг нетронутая природа. Вот такие прелестные мостики через многочисленные ручьи. По всему лесу проложить такую деревянную настилку. Ну, что это такое? Хоть бы хоть немножко где-то. Надо так по земле походить-то. Выходим на центральную аллею. О, информация для следопытов. Неужели эти водятся здесь? Неужели эти водятся здесь? В этом заповедном лесу очень много муравейников. Их берегут, охраняют. Две лапки задние, две лапки. Четыре задних, это значит, будет самец. У кого? У муравьев? У муравьев самка, задние лапки. Две лапки, самка. Совместные лапки. Литариновый уступ. Геологическое образование. Привет от ледникового периода. Такая вот круча. Как бы ступенька перед морским берегом. Гулять по тропе очень комфортно. Есть лавочки, приятные уголки, очень много информации. Внизу протекают звонки ручей. Для заключительной части прогулки надо перейти Зеленогорское шоссе и продолжить путь вдоль залива. Зеленогорское шоссе Зеленогорское шоссе Зеленогорское шоссе Зеленогорское шоссе Зеленогорское шоссе Зеленогорское шоссе Добавляйте по одномурестичку